Приветствую вас! Разлука это серьёзное тяжёлое испытание для обоих партнёров всегда. И я понимаю, вам действительно тяжело сейчас. Значит, есть две важных детали. Две. Деталь первая. Значит, вы можете сейчас понаблюдать за собой, понаблюдать за своими чувствами, за своими эмоциями, за своими переживаниями, вот. Понаблюдать за ними и постараться понять, куда они ведут вас. То есть, к чему они вас ведут, эти переживания? Что они вам показывают? Что они вам говорят? Да. Вы можете сказать в ответ, что, как это, что они мне говорят? Да, они мне говорят то, что я скучаю по своему мужчине, что я люблю его. Нет. Знаете, какая история? Скучать по другому человеку – это нормально, нуждаться в нём – это тоже нормально. Но если вам прям совсем уж тяжело, то это уже говорит о том, что вы в нём нуждаетесь. И нуждаетесь в нём, вы скорее всего сильнее, чем это допустимо в норме. А это означает в свою очередь, что вы, ну, в какой-то степени можете быть от него зависимы. Поэтому вам необходимо, именно необходимо, значит, понять природу того, что вам тяжело. Вот. Это первый момент, да? То есть, сконцентрироваться на своих чувствах, сконцентрироваться на том, что вы ощущаете. Вот. И, соответственно, сконцентрировавшись на этом, вы сможете увидеть, что именно вас раздражает, что именно вас напрягает, что именно выводит вас из зоны комфорта. И, соответственно, уже, исходя из этого, вы сможете сделать что-то, вот, значит, со своей реакцией, со своей моделью поведения, подкорректировать её и больше удовлетворять именно свои желания. То есть, понять, что именно, то есть, чего вы лишились, чего вы лишились, чего хотите. Вот. Ну, вот именно в контексте тяжести. Потому что, в общем-то, мужчине-то тоже тяжело. Он ведь в армию, вообще говоря, да, значит, ну, ушёл. И ему тоже не сладко, в общем-то. Вот. Но вы вместо этого думаете о себе. И, соответственно, если у вас есть какие-то неудовлетворённые желания, которые вы пытаетесь удовлетворить за счёт своего молодого человека, то с этими желаниями, безусловно, можно и нужно работать. Вот. Далее. Ну, опять же, нужно понимать, да, что молодому человеку, в общем, тяжело поплечь, как вам плохо, как вы страдаете и так далее. Вот. То есть, о нём тоже нужно подумать. Ну, подумать о том, что он чувствует. Как он чувствует. Вот. То есть, это вот, значит, такой момент. И мне кажется, что о нём вы, к сожалению, вот почему-то забываете. Ну, вот. Как это видится мне. Далее. Вы можете уделить больше времени внешнему миру, да, то есть, ну, поначалу заставлять себя встречаться с какими-то людьми, с новыми людьми. Поначалу заставлять себя это делать. Поначалу, конечно, вы будете себя принуждать это делать. Вот. Но потом, потом, вот чуть позже, вам станет уже гораздо легче, и вы сможете, в общем и целом, вы сможете уже делать то, что хочется, то, что вам, ну, вам, ну, то, что действительно вам важно для вас, да, пусть вы вспомните о себе, вот. Но для этого ещё раз, ещё раз повторяю, для этого вам потребуется время. И для этого потребуется всё-таки такой, вот знаете, контроль себя. То есть, себя нужно будет контролировать. Чем, чем вы будете лучше это делать, то есть, контролировать себя. То есть, как бы... Значит, я отвечаю за себя и за свои чувства. Что... Молодой человек, конечно, ушёл, это очень больно, это очень тяжело, но тем не менее, тем не менее, он ушёл, я пока вернуть его не могу, значит, я буду... Соответственно, удовлетворять свои желания по-другому. Да? Вот. Тем самым, и ему помогу, и себе помогу тоже. Вот. Вот, по сути, по сути, то, что вы можете сделать в этой ситуации. В заключении могу сказать, что обо всем этом можно поговорить подробно. Подробнее. Помощь психолога вам, безусловно, поможет. Легче быть, быстрее, без болезни не пережить самый тяжёлый первый период. Так, чтобы и с молодым человеком не поссориться лишний раз, да? Чтобы его не оттолкнуть от себя. Ну вот. Ну и, соответственно, чтобы... Сохранить уважение, которое у него к вам есть. Безусловно. И вот, тем самым, значит, показать, что вы можете справляться с такими вот... С тяжёлыми, сложными обстоятельствами, выходить из них достойно, не терять головы и вести себя по-взрослому, как серьёзный человек. Коим вы, кстати говоря, и являетесь, потому что вы, ну, уже, уже взрослый, и вы уже находитесь во взрослых отношениях. Вот. И, конечно, уход в армию молодого человека, это ужасно, это больно, но это и проверка ваших чувств тоже. Вот. Хотя я понимаю, что вам, в общем и целом, это сейчас, ну, не так важно. Вот. Я отдаю себе отсчёт в том, что вам это сейчас, ну, не так важно. Поскольку всё это. Вот. Тем не менее, эм... Тем не менее, сделать именно сейчас вы ничего не можете. Потому, чем быстрее вы примете связь и начнёте извлекать из неё выгоду для себя и пользу, максимальную, максимальную выгоду и максимальную пользу, но всё будет лучше для вас. Если что-то вам будет мешать, если что-то мешать будет этому, то вот как раз с этим аспектом, с аспектом того, что мешает, можно будет поработать с психологом. Ну, и, в принципе, просто, если так случилось, да, что вокруг вас люди все обесценивают ваши чувства, говорят что-то типа того, да, ты не парься, ты не переживай, да, там, всё будет нормально, вот, а вам хочется поговорить о своих чувствах, выплеснуть и выплеснуть их, то этот тоже психолог вам в этом поможет. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Добавляйте! It's all the fun. Продолжение следует...